Здравствуйте, друзья! Как всегда, по вторникам в доле мы рассказываем вам истории стартапов, нового молодого бизнеса, дерзких и ничего не боящихся людей, которые открывают не только, ну, собственно, новый бизнес для себя, но и какие-то совершенно новые горизонты в бизнесе вообще. Именно такой гость у нас сегодня Наталья Ануфриева, создатель и директор, владелец, креативный и муза бренда Opera in Studio. Это французская лаборатория индивидуальных ароматов. Для меня это совершенно какая-то удивительная и непостижимая штука. Расскажите, пожалуйста, что такое лаборатория индивидуальных ароматов, чем занимается Opera in Studio? Здравствуйте! Есть два направления. Первое направление – это когда парфюмы делаются с нуля, приходит клиент и начинает рассказывать свою историю жизни буквально. И мы начинаем создавать аромат, который будет будить те эмоции, которые забыты, которые утрачены, но которые очень хотелось бы вернуть. Как правило, к этим эмоциям относятся либо детская, что-то безусловная любовь, там, бабушки, дедушки, родители. И сейчас это просто очень частая история, таких историй через одну, когда это успешная женщина, она работает, у неё серьёзная карьера, она очень амбициозна, у неё может быть семья, может её не быть. Но вот это чувство такой беззащитности и чувство, когда… Чистоты. Чистоты, да, когда в тебя верили, верили безусловно, любили просто потому, что ты такой. Когда ты ничего не боялся. Да, ты толстый, худой, красивый, вообще неважно какой, просто очень любимый. Это первое, зачем нужен на самом деле индивидуальный парфюм. И вторая история, тоже очень распространённая, это, конечно, что-то связанное обязательно с любовью уже мужско-женской, с такими половыми отношениями. Но очень забавно, не было ни одного человека за все эти годы, кто хотел бы воссоздать запах первой любви. Вот я не знаю, с чем это связано, но пока не было таких историй. Но вот сейчас и у меня, и у наших слушателей создаётся впечатление, что в студии сидит какая-то фея крёстная, с волшебной палочкой, которая может творить чудеса. Потому что звучит это действительно несколько фантастически. Вы создаёте ароматы, которые напоминают людям о самых счастливых мгновениях их жизни и снова и снова возвращают их в эти мгновения. Сколько лет существует компания? Три года. Три года назад появился первый клиент, с которым до сих пор мы очень плотно общаемся по парфюмам. Это было на Кот-д'Азюре. Там сидит большое количество наших соотечественниц с детками, часто без мужей. Они пьют шампанское на красивом берегу, но помимо этого хочется чего-то ещё. И они начинают исследовать пространство вокруг. А поскольку там это не очень просто, потому что французы не очень открытые, люди к общению. Особенно к иностранцам. Вот совсем не открытые. То хочется делать что-то параллельно новое. Ну, любая женщина хочет что-то познавать. Ну, познавать себя прежде всего. Ну, вот это так сложились. Звёзды, обстоятельства, что... Кто-то вдохновил вас на создание этого бренда, этого ателье? Я отучилась в Грассе, в институте парфюмерии. Я общалась с людьми, просто общалась. Ну, потому что мне в субботу нужно было куда-то ходить. Вот. И встречала людей разных, всяких. Конечно, это стереотип, что на Кот-д'Азюре сидят противные богатые тётеньки. Это совсем неправда. Они богатые, но не противные. Они богатые. Они даже не всегда, кстати, богатые. Просто сегодня повезло, завтра не очень. Всякие разные. И это всё стереотип, что там сидят женщины, прожигающие жизнь. И вот одна из таких женщин, которой было больше 40 лет, я с ней познакомилась, рассказала об институте, где я учусь, что я заканчиваю, что я делала лабораторную работу. И она говорит, а почему бы вам не сделать что-то для меня, давайте попробуем. Ну вот, мы начали пробовать, и спасибо ей. А что из себя сегодня представляет Opera and Studio? То есть это не магазин парфюмерии отнюдь, да? Нет, это не магазин. В рознице Opera and Studio не представлено. Если кому-то будет интересно, я даже расскажу, почему это происходит. Да, расскажите, нам интересно. Расскажу. Это, наверное, мы же про бизнес хотим говорить. Ну, у вас такой уникальный бизнес, что, очевидно, здесь просто даже, собственно, бизнес-план трудно представить какой-то. Он существует, но он такой, когда я, кстати, вчера... Но он не приоритет. Нет. В вашем бизнесе главное – это его какая-то уникальная идеологическая, концептуальная составляющая. Ну, знаете, история такая, что зачастую клиенты приходят как знахарю. Это то, что вы сейчас отметили. Вея. Я против зелья. Люди приходят за зельем, и очень мягко, и очень долго я им рассказываю о том, что любимые – все труд. И твое счастье – это тоже труд. И нету такого зелья, которое дадут тебе, и ты вдруг станешь вновь любимой. Ты вновь любимой и станешь только если ты сама, во-первых, себя очень сильно полюбишь по-настоящему, будешь уважать. И второе – нету тетеньки волшебной извне, которая тебе поможет устроить свою жизнь. Сейчас я говорю жестковато, на этих сессиях я говорю сильно мягче, задаю наводящие вопросы, и клиент уже впоследствии сам отходит от того, что это не зелье. Мы говорим про ваши эмоции. Зачем вам, Наташа, так глубоко в это все погружаться, в чужую вообще душу, в эти потемки, когда просто можно выполнить заказ, получить деньги, и все равно это будет качественный продукт, все равно вы сделаете уникальный аромат, и человек уйдет довольный. Зачем вам разбираться с его тараканами? Вы знаете, это жутко тяжелый труд. Это правда, ты выходишь как в тесном шлеме, который снять не можешь. Особенно первое время я не психолог, и им быть правда не хочу. Но по неволе приходится. Так случается, да. Но вы знаете, я скорее, наверное, исследователь, и мне очень интересно посмотреть, как меняется человек с помощью всего лишь аромата, который был создан мной. У меня есть партнер, японец, уникальный совершенно человек. Он живет во Франции, руководит наши лаборатории там. Вот, сейчас он в Японии. Но продукт – это не все. Важна эмоция. Вот знаете, вы дарите подарок человеку, вам что приятно? Вам же не подарок приятно, как, ну, что вы отдали. Вам приятные эмоции, которые вы получили в ответ от этого человека, будь то ребенок, взрослый или пожилой человек. Здесь то же самое. Человек взял в руки готовый парфюм, и вдруг ты видишь, что он меняется. Буквально недавно на декабрьском ателье, оно было очень успешное, потому что все готовились к праздникам, была одна женщина. Ателье – это встреча с клиентами. Да, встреч. Их они проходят в течение семи дней, каждый месяц. Ну, вот сейчас у нас перерыв связан с подготовкой нашего апрельского ателье в Париже, которое будет очень серьезное, такое первое большое ателье парижское. И приходит женщина, известная женщина, кстати, вот, медийная такая женщина, строгая, красивая, нарядная, накрашенная. У нее очень жесткий взгляд, она, значит, смотрит на часы и говорит, ну, так, сколько это времени занимает? Я говорю, ну, готовьтесь, я примерно, ну, 4 минимум часа, а так, в принципе, 8. Она говорит, так, у меня полтора. И все это очень как по бизнесу. Я говорю, хорошо, давайте полтора, давайте попробуем. Давайте пробовать полтора-то, полтора. Вот, она сидит, и мы начинаем слушать базы, базы парфюмов, потому что парфюм — это база и аккорды. Парфюм слышат, а не нюхают. Вот. И она начинает слушать базы, и вдруг у нее лицо становится более мягким. Она слушала, она выбрала базу женственность, которая сделана из 18 видов роз, ну, там, помимо роз, еще много всего. Ну, в общем, она такая очень у нас база серьезная. Вот. У нее есть подоплека, почему это женственность. И она вдруг слушает, слушает, а она, вот знаете, она, конечно, омущиненная немножко. Да, потому что она делает мужское дело, она деньги зарабатывает, она народ строит. Вот. И она даже не случайно, кстати, выбирает эту женственность. Потому что ей этого не хватает. Ужасный интересный разговор, продолжим его после новостей. Не отвлекайтесь надолго, оставайтесь в доле. Итак, сегодня с нами в доле компания Opera и Studio, ее создатель Наталья Ануфриева. Opera и Studio — это известное латинское высказывание, которое означает «трудом и старанием». И это компания, которая создает уникальные ароматы, существует в течение трех лет. И любой человек может прийти и заказать для себя совершенно-совершенно, вот, ну, какую-то удивительную и отдельную историю с запахом. Правильно я понимаю? Да. А вот, подождите, ну, не у всех же людей, там, не знаю, сильное обоняние для кого-то, запахи вовсе не играют такой важной роли в жизни, как для меня или для вас, например. Или все-таки на любого человека можно действовать? Просто, знаете, как, скажу немножко слащаво, но человек, который никогда не встретил кого-то, кого он любит, он думает, что либо он не умеет любить, либо, ну, ему просто это не дано. С запахами то же самое. Просто эти люди пока не увидели своего запаха. И мы же очень редко возвращаемся туда, где было хорошо, мы более того, мы забываем. Вот эти всякие детские воспоминания, приятные, яркие детские воспоминания, они очень быстро слоем пыли на нашем чердаке покрываются и, в общем, практически не существует. Просто человек не встретил тот запах, который из лимбической системы мозга вытащил вот это главное воспоминание. Давайте расскажем нашим слушателям все-таки, как это работает. И напомню, кстати, наш телефон 65 10 99 6, если вам захочется пообщаться по телефону, или заглядывайте на финам.фм, на финам.фм, на наш сайт, на страничку программы вдоль. Значит, у вас есть лаборатория во Франции, которую вы создали совместно с вашим японским партнером. Я создала, мы потом с ним, собственно, познакомились, объединились и работаем вместе. Кто за что отвечает? Ну, он за продакшн отвечает, конечно. За химию отвечает он, за клиентов. Да, да, за химию, конечно, отвечает он, потому что, безусловно, я отучилась, и я разбираюсь, и я могу делать ароматы. Но суть в том, что как художник за 3 часа вот это у метро не становится. Вот, так с парфюмером за год, за два не становится. Парфюмер — это 10 лет непрерывного труда. Нюхать, нюхать и нюхать. Потому что задача парфюмера не столько мешать, мешать — это результат. Задача парфюмера — знать максимальное количество компонентов и как они работают, как они взаимодействуют друг с другом. А компонентов огромное количество, поэтому это такое трудом и старанием. Да, но несмотря на то, что... А почему лаборатория находится во Франции? Потому что там все ингредиенты. Потому что ГРАС, ну, в принципе, ГРАС — центр парфюмерии уже давно, исторически, это не случайно. Это банально очень удобно, потому что там находятся все фабрики, которые, собственно, и дистрибьютируют ингредиенты, там производится большое количество ингредиентов, там химические производства. Логистически удобно, но мы, конечно, будем переводить лабораторию в Париж, потому что ГРАС — не симпатичный город. Просто не привлекателен для клиента, да? Он для нас не привлекателен. Но если ты творишь, тебе нужно видеть красивую картинку, тебе нужно пойти в красивое кафе, тебе нужно прогуляться по красивому скверу. Там этого нет. Так, а почему в Париж, почему не в Москву? Насколько я понимаю, основной клиент — это все-таки россиянин? Да, россиянин. Теперь про наше государство. В России парфюм относится к алкоголь, содержащей продукции. И как только ты выходишь в более-менее массовое производство, ты обязан получать сертификат на каждую конкретную формулу. Если у тебя есть индивидуальная формула, этих формул у тебя, например, в год 100, и ты должен выдать здесь и сразу, то это невозможно. То есть у вас еще и обусловлено это нашими особенностями законодательными, что производство необходимо держать во Франции, а с клиентом встречаться в России. И вы устраиваете такие ателье ежемесячно, да? То есть такую встречу на несколько часов, куда могут прийти желающие, а как они записываются? Через интернет? Нет. Ну это сейчас, это либо клиенты клиентов, друзья, есть, конечно, страничка в Фейсбуке, безусловно, там тоже анонсируется наше ателье, страничка живая, куча всего интересного. Там пишем про парфюмы как таковые, про историю. Оттуда приходят клиенты. Сколько человек, как правило, бывает на одном ателье? В день мы можем эффективно, на самом деле, встретить одного человека, потому что это 6-8 часов работы. Декабрьское ателье, это было очень сложное, это впервые так было. У нас было в день по три клиента, вот, мы работали примерно там, ну, 12 часов, ну, то есть это очень много. И на одного клиента уходит от 4 до 8 часов, да? Ну, 8, это прям такие, это идеально, да, это такие люди, которые явно вдумчиво подходят к процессу. Парфманьяки. Да, да, они прям серьезные. Наташа, я вот, ну, я уверена, что со мной согласятся наши слушатели, я сижу и пытаюсь понять, а где бизнес тогда? Потому что все, что вы описываете, это совершенно антибизнес-история, сложное, замысловатое, уникальное производство в другой стране. Клиент в этой стране, на одного клиента можно потратить только один день. Ну, то есть это совершенно... Их всего 7, да. Их всего 7, это штучная работа. Тогда либо ваши парфюмы должны стоить каких-то, как чугунный мост. Сейчас не получается. Либо, либо, либо это не бизнес, а просто какое-то, я не знаю, творчество сплошное, и деньги приходится зарабатывать чем-нибудь еще. Ну, чем-нибудь еще, конечно, я тоже зарабатываю. Но суть в том, что, на мой взгляд... Ведь вы наверняка еще вложили немалое количество средств создания, собственно, в брошюри. Очень большое. Очень большое. И учеба... Тогда расскажите, как вы эту модель строите. И учеба тоже такая сложная. Стоила денег. Очень, да, очень больших. И все поездки туда. Смотрите, я верю в то, что есть уникальная бизнес-идея, и у меня сейчас в России нет ни одного конкурента. Нет ни одного конкурента в силу сложности процесса. Психологом стать легко. Открыть психологические курсы легко. А в парфюмерии сказать, что я парфюмера, начать на эту тему общаться, очень сложно. Поэтому конкурентов у меня нет. В Грассе я третья русская. Двое русских остались и живут там. Одна работает на Фрагонар. Ну, соответственно, конкурентов в России сейчас у меня нет. Я иду постепенно, развивая какие-то, ну, и свои знания в том числе, приобретая контакты, приобретая большое количество такого критического опыта. Безусловно, весь бизнес делается на ритейле. И, безусловно, ритейл будет запущен. Просто создание… Сейчас у вас такой момент аккумуляции знаний. Ну, я оставлю индивидуальное ателье. Они, ну, нет, они, конечно, не в ноль, но я оставлю индивидуальное ателье. А если не секрет, сколько стоит аромат? Ну, в среднем. А можно я не буду сейчас поговорить? Можно, в принципе, написать об этом в Фейсбуке, на нашей странице Opera Studio Facebook. И я, безусловно, отвечу. Вот, в эфире не хотелось бы, потому что это зависит, во-первых, от того, делают вам абсолютно с нуля, или делаем мы на основе бас. Дальше, если абсолютно с нуля, то дальше мы идем уже другой истории. Мы узнаем, какой аромат и понимаем, мы используем, например, самую дорогую, самую дорогую в мире грасовскую розу. Или мы используем турецкую розу. И это тоже все очень влияет. Поэтому вот так взять, сказать, прайс-лист, но как бы его нет. Ну, какой-то средний. Все равно же наверняка есть там минимум-минимум, есть максимум-максимум, но какой-то средний вот уровень. Если мы делаем парфюм на основе базы, который уже есть, он стоит 40 тысяч рублей. Тысячу евро. Да. А это какой объем? Это, смотрите, вообще мы даем не одну бутылочку, и наши клиенты уже знают, мы даем две. Одна бутылочка 50 миллилитров – это основной парфюм. Вторая бутылочка 30 миллилитров – это аккорд. Ваш основной парфюм, предположим, он очень вечерний, он такой парфюм на выход, парфюм для мужчины. Но вам он настолько нравится, что вы хотели бы носить его и днем. Поэтому в течение ателье мы создаем еще и аккорд, который позволяет вам на себе мешать парфюм и облегчать его. Если у вас настроение, ну, совершенно, вот прям толстовка джинс и кеды, и никого вокруг, вот просто хочу легко, тогда вы можете просто на себя надеть аккорд. Вот, если у вас совсем вечерка, бриллиант повесил и красиво идешь, то вы наносите на себя только базовый парфюм. А если вы идете в офис, но вечером у вас какая-то вечеринка, то вы можете нанести сразу два. Вот. Интересно. Слушайте, но, как я поняла, вы с вашим партнером создали некую палитру, да? Некую базу, там, я не знаю, вот я люблю пудровые запахи, кто-то любит цветочные, цитрусовые, там, не знаю, древесные и прочее. И уже на основе этого можно что-то строить. Да, но они разделены даже не вот так, как вы это классифицируете, потому что для непрофессионального человека или для человека, который так сильно не разбирается в парфюмерии, для него очень сложно сказать пудровый. Там для кого-то пудровый, а для кого-то это древесный. Для кого-то это свежий, а для кого-то роза очень свежий аромат, а для кого-то свежий это цитрусовый. Поэтому мы классифицируем свои базы не так. Мы классифицируем базы по эмоциям, например, уверенность. Уверенность это древесный аромат, женственность это роза, творчество это фужеры, их два, ну, это тип парфюма, фужеры один фруктовый, другой цитрусовый. Ну и, собственно, вот мы делим по эмоциям, то есть мы говорим сразу про эмоции, а не про ноты. А если человек, ну, то есть что получается, если я терпеть не могу запах розы, значит, у меня с женственностью проблемы? Нет, нет, просто, знаете, здесь уже такая классификация тоже по нашим наблюдениям. Это тоже почему, вы спрашиваете, почему бизнес? Потому что сейчас я четко увидев человека, могу примерно сказать, что к чему и зачем. Это только личным путем добиваться нигде, об этом не пишут. Вот, женственность роза, например, это только потому, что роза это такая нота, которую никогда, никогда нельзя ничем убрать, если она присутствует в парфюме, ее невозможно ничем заглушить, это первое. И второе, роза используется, ну, на 99,9 в женских парфюмах. Всегда, всегда присутствует. И для меня, нет, используется только для женщин, для мужчин не используется. И поэтому для меня роза это кто-то, кто тихо открыл дверь, вошел и все, и ты понимаешь, что женщина в комнате. Так вот эта вот женщина, которая выбрала для себя розовую базу, в итоге вам удалось ее оставить больше, чем на полтора часа на ателье? Да, да, она пробыла с нами пять. Зависла. Она пробыла с нами пять, вот, и, ну, она звонила, интересовалась, и она хотела бы еще, и, в общем, ну... Мы создали для нее... Мы создали, мы создали ароматы, но мы не создали аккорд, потому что, ну, на аккорд уже, ну, она уже все, уже не могла больше. Друзья, говорим об уникальной индивидуальной парфюмерии, продолжим после новостей. Сегодня с нами вдоль Наталья Ануфриева, человек, который создал бизнес, который не похож на бизнес, а похож скорее на какое-то... на волшебство и на осуществление собственной мечты с помощью, на самом деле, воплощения мечт других людей. Ну, бизнес, на самом деле, ну, хороший, честный, классный, живой, яркий бизнес строится именно так. В это верю я. Ты делаешь то, чего тебе не хватает, то, чего ты вокруг не видишь, и то, что ты хотел бы иметь. Расскажите, как вам вообще, как вы вообще оказались в парфюмерном бизнесе, как вас занесло в ГРАСС, почему вы решили заниматься именно этим? Ой, ну, я путешествовала очень много с своим мужем, безусловно, ну, как все там молодые девушки с хорошими молодыми мужьями. Вот, мы по Юго-Восточной Азии много путешествовали, были какие-то масла, которые я все время покупала, потому что я, как любая девочка, мне нравятся баночки, скляночки, вот, я их покупала, что-то мешала, что-то делала, экспериментировала. И в какой-то момент я вдруг начала понимать, что вот эти эксперименты дают во мне какую-то невероятную реакцию, которую я раньше не испытывала. Я никогда не была парфюмоманом, каким-то запахоманом, то есть я не из этой оперы нюху цветочки, вот. Но вот эти вот эксперименты, я поняла, что в запахах скрыто намного больше, чем просто красивые бутылки и билборды по всему городу. И я начала углубляться в эту тему, читать что-то, смотреть. Книг на эту тему на самом деле большое, ну, нет, небольшое количество, но они есть, вот. И они все на нерусском языке, но я читала их, читала, потом поговорила со своим другом, мужем, и он мне сказал, ну, давай, давай, иди, можно, это здорово, этого нету. Для меня важно, что этого не делают. Ну, а вы до этого чему-то учились, какое-то образование было? Ну, конечно, да, у меня маркетинговое образование, у меня было свое маркетинговое агентство, большое, красивое, вот я занималась там всякими большими мероприятиями. И вас настолько завлекла история с парфюмом, что вы оставили большое, красивое маркетинговое агентство и убежали в ГРАЗ. Ну, вы меня поймете, поступить сложно, вы меня поймете. Сбежала в ГРАЗ, потому что у меня родился ребенок, ну, в смысле, сбежала из маркетинга, потому что у меня родился ребенок, у каждого бизнеса есть срок действия. То есть ты молодой, тебе весело, ты не молодой, и тебе не весело. Вот. Поступить непросто, потому что, а, нужно владеть французским языком и владеть им хорошо, вот. Во-вторых, на самом деле школа в ГРАЗе — это школа повышения квалификации, это не школа... С нуля, да. С нуля, вот ошибка, да. Вот, но ошибка — это парижская школа, очень сложная, самая-самая-самая номер один в мире, вот. Но там еще нужно высшее химическое образование, уже закончено. Вот. В ГРАЗе такого нет. Я в ГРАЗ написала письмо, что я не парфюмер, но я русская, я знаю, как происходит... Я знаю русских людей, я могу быть для вас таким очень выгодным мостом в России, потому что вам в Россию войти будет очень сложно, русский менталитет отличается от французского. Написала на французском языке, как чувствовала, так и написала. Сделала правильный маркетинговый ход. Наверное, это мое прошлое, вот. И как вот чувствовала, так и написала, я сказала, что я для вас буду прекрасным учеником, потому что у меня большой опыт, и я еду однозначно воплощать этот бизнес в жизнь, а не просто понюхать и разойтись. Вот. И я получила письмо и приехала учиться. Ну, а трудно было, не имея химического какого-то образования, вообще погрузиться во всю эту историю. Ведь со стороны мы понимаем, что это красиво, ну так мы видим фасад, красиво, запахи, розы, сандалы, энергия, любовь, женственность, мужественность. А на деле это химия же. Это формулы, это колбочки, это лаборатории. Наверное, до головной боли занюхивание всего. Ну, например, до головной боли это да, но просто есть, например, такие крупномолекулярные компоненты, вот, которые нетренированный нос не слышат. Вот. И вот такие вещи сложно, когда ты слушаешь и понимаешь, что ты не слышишь, вообще ничего не слышишь. Но можно научиться, да? Ну, нос тренируется, вообще тренируется и мозг можно натренировать, это же тоже мышца по сути. Поэтому и это тоже тренируемо. Назальный нерв, он тренируем. Правильно ли я понимаю, что несмотря на всё такое романтическое отношение к ароматам и их воздействие на человеческие, вообще на душу, на впечатления и на эмоции, вы всё-таки начали именно с бизнес-идей, да? Создать ателье уникальных ароматов, и для этого вы поехали учиться. Ну, смотрите. И окончательно влюбились уже в это всё. Ну, вот бывает бизнес, бывает хобби. Вот хобби у меня картин писать. Я картин рисую женщин обнажённых. Вот. С натуры? С натуры. А вот, да, у меня, кстати, их там. Я делала исследования на тему запахов сексуальности, и в процессе интервью писала женщин. Вот. И есть хобби, есть бизнес. Вот это бизнес. Вопрос просто, как далеко ты должен пойти, чтобы получить большую прибыль. А потом, что такое большая прибыль? Я получаю огромную прибыль от того, что я общаюсь с клиентами, они меня знают, они меня уважают, и я дала им так много, что они звонят мне как к доктору. Разве это не бизнес? Это же тоже, ну, не всё же деньгами меряется. Но, с одной стороны, да, с другой стороны, это какой-то побочный эффект, вам не кажется? Всё-таки вы парфюмер, а не доктор, а люди к вам обрушивают на вас свои какие-то проблемы? Да, но это же клиенты, они же приходят в итоге и платят за этот продукт. То есть здесь для меня соединилась воедино и эмоциональная составляющая, которая лично для меня очень важна, и финансовая составляющая, потому что я делаю это за деньги. А как вы встретили своего прекрасного японца? Он приехал туда повышать свою японскую квалификацию, вот, а я, собственно, приехала туда просто учиться, и он в институте работал. И мы познакомились, мы подружились, и он прекрасный человек, хороший друг. Просто к вопросу о менталитете. У меня есть друзья, которые работают с японцами, и это каждый раз, ну, такая вообще немыслимая притирка и немыслимое сближение несближаемых миров, особенно когда речь идёт о русском и японском менталитете. Может быть, японцам с европейцами, европейцам с японцами как-то проще найти общий язык. Как вы вообще взаимодействовали? Да, да, и вы слились в один бизнес. Слились в один бизнес. Здесь, ну, во-первых, у него был тот опыт, которого не было у меня. У него за плечами, я скажу, сколько. 19 лет он начал, сейчас 32, ну, вот считайте. Вот, у него опыт больше 10 лет именно в парфюмерии, именно делании. А почему он согласился с вами взаимодействовать? Я могу сказать, безусловно, там тоже есть какие-то свои соображения. В Европе достучаться до индивидуального клиента очень сложно. То есть только такие там дома, как Герлян и очень звёздные парфюмеры могут иметь индивидуальных клиентов, и этот клиент может быть один в год. Вот, ну, швейцарцы в основном. Но там, небось, и аромат стоит 400 тысяч евро. Ну, там у Герлян от 30 тысяч начинается. Вот. И, соответственно, достучаться до, прийти, да, и сесть, и посмотреть в глаза конечному заказчику, парфюмеру, почти никакому в жизни такого шанса не даётся. А я пришла к нему с этим шансом. Сесть напротив человека и делать лично ему парфюм. Для парфюмера это такой челлендж, это такая награда. Потому что, как правило, парфюмер не видит конечную эмоцию. И, ну, кому интересно, она, правда, вышла на французском. Последний роман Жан-Клода Элина. Жан-Клода Элина, кстати, у нас вёл лабораторную работу. Вот, и он написал как раз книгу о том, что такое парфюмерия раньше, что такое парфюмерия теперь. И как сложно найти конечного заказчика, который тебе в обратную, даст обратную связь на то, что ты создал. Ну, потому что все покупают в сетевых больших магазинах сетевые недорогие парфюмы, которые на всех пахнут. Или дорогие. Ну, они на всех пахнут одинаково. И ты всегда можешь понять, чем пахнет этот человек. Я вообще не представляю себе, как, например, люди работают в каком-нибудь литуаль. Или потому что там стоит всё время вот этот шум из ароматов. Я захожу, начинаю чихать через 10 минут. У меня очень острый нос, я страдаю. И я страдаю от некоторых запахов, которые... Не облако, а туча. Массовые, да. Потому что я вот ваш клиент, да. Но большинство людей ведь и не нужно это. Большинство людей довольствуется тем, что от них чем-то пахнет. У меня есть огромное количество людей, которые пользуются... Ну, не огромное, есть пара друзей, которые пользуются даже вот дорогими всеми вот этими вот артизанальными настоящими парфюмами. Но они их тоже меняют, как перчатки. Сегодня лютанс, завтра там фрагонар, после завтра они гуталь. А я даже не представляю себе, как можно вообще всё это на себя вешать, эти ароматические вериги. С другой стороны, ведь вот ты создаёшь запах индивидуального человека, а он приходит домой. И мне однажды... Я обожаю почули, да, лерцезанульские. Это запах такой, ну, пыли. Ну, травяной. Это на самом деле тяжёлый запах. Да. А один знакомый мне говорит, а что это у тебя всё время пахнет бабушкиным сундуком и старыми тряпками? И вот, прикинь, я пришла, значит, в опера и студию к Наташе, ну, фривая. Она мне создала уникальный запах, который погружает меня в какое-нибудь приятное нежное состояние. Прихожу домой, мне муж говорит, фу, как это можно на себе носить? Возможно такая реакция окружающая? Ну, возможно, конечно. Вот. Для этого есть у нас такая система, что ты приходишь, создаёшь аромат, аромат зреет две недели, это минимум. То есть то, что мы смешали на ателье, это не то, что вы будете услышать через две недели. Он зреет, особенно если там много натуральных компонентов, то парфюм видоизменяется очень, значительно. И в этот момент вы можете позвонить и на следующее ателье прийти, и мы сделаем определённые корректировки. Такое было, такое бывает, конечно, бывает, это нормально. А кто чаще обращается, женщины или мужчины? Ну, вообще, до настоящего момента были женщины, а вот этот декабрь, он вообще всё перевернул. У нас появилось большое количество мужчин. А кто эти люди, которые приходят за индивидуальным ароматом? Ведь здесь дело же не только в финансовой состоятельности, что человек может им по немалые деньги заплатить. Всё-таки кому требуется, кто нас, я не знаю, что это, настолько быть амбициозным, или настолько, наоборот, быть потерянным и искать себя во всём, включая индивидуальный аромат. Что это такое? Какая потребность толкает людей к поиску настолько индивидуальных запахов? Могу сказать одно аж. Ну вот одно точно. Ни разу за три года не было клиента моложе 32-34 лет. То есть есть такой возрастной ценз, когда человек начинает искать что-то, когда у него уже перестановка ценностей происходит, и он начинает что-то искать. И вот это один из этапов поиска. Вот. Приходит, ну это за 32-33, надеюсь, никого не обидела. Вот. И знаете, как коньяк, ты же не в 15-й коньяк не любишь, и в 30-й коньяк даже не всегда любишь. И оливки не любишь, и вонючий сыр не любишь. И вонючий сыр не любишь. А потом вдруг, хрясь, дайте мне, пожалуйста, много устриц, вонючего сыра, и ещё коньяка под финал. Вот это то же самое. Созреть. До парфюма надо созреть. И как только ты созрел и понимаешь, что это важно, ты начинаешь искать. Кто ищет, тот находит. Кто-то находит во Франции, там, за 30 тысяч, да, кто-то начинает приходить к нам. Вот. Безусловно, сейчас очень сложная, ну, у оперы и студии, у меня очень сложная функция рассказать людям, что это такое. Потому что люди, например, там, ну, 15-20 лет назад, почему, ну, пили водку, не пили вино. Но кто-то им долго рассказывал, что вино это вкусно и красиво, и теперь все пьют вино. Вот с парфюмом то же самое. Я стою у истоков русского рынка, нашего, российского. Я мечтаю, чтобы появились русские парфюмеры. И, собственно, я сейчас рассказываю, что это такое, и русские начинают понимать, что это важно. Продолжим рассказ после новостей. Сегодня с нами вдоль не столько бизнес-леди, сколько волшебница Наталья Ануфриева, которая делает уникальные индивидуальные парфюмерные композиции. Я же не знаю, как сказать, парфюмерные номера. Парфюмы. Парфюмы, да, но духами это не назовешь. В своем ателье, опера и студио во французской лаборатории индивидуальных ароматов. Вот мне еще интересно. Люди приходят за ароматами для себя, для того, чтобы почувствовать себя как-то особенно, или для того, чтобы обратить на себя внимание окружающих. Вот это, как говорят, женщина красиво одевается для другой женщины. Да, мужчина не заметит там, часто может не заметить ни новое платье, ни твою прическу, ничего. Он тебя любит как бы совершенно по другим критериям, да? А вот с ароматами как? Ну, на самом деле, 90% женщин приходят за тем, чтобы обратить на себя внимание. Говорят о том, что у меня есть муж, или у меня там есть любовник, или у меня там есть кто-то еще, кто мне так важен, и, пожалуйста, создайте такой аромат, который сделает меня для него особенной. Конечно, я всегда скажу «да», и мы начинаем разговаривать. И в итоге, в процессе беседы, конечно, это не про то, как ты можешь повлиять на другого человека. Ты не можешь повлиять на другого человека. Единственный человек, на которого ты можешь повлиять, это ты. И если ты создал такой аромат, мы вместе создали такой аромат, который дает тебе уверенность, которую ты когда-то испытывала, то твое поведение транслирует и заставляет людей вокруг тебя меняться. Да. Но ведь, а с другой стороны, человек же не всегда, он же не одинаковый. Сегодня ты беременная, завтра у тебя, я не знаю, periods, и у тебя, послезавтра у тебя инфлюенция. Ты набрала 4 килограмма, у тебя поменялся гормональный фон, и ты по-другому уже относишься к запахам. Как можно иметь один аромат на все случаи жизни? Ну нет, конечно. Просто вот у нас есть клиенты, которые приходят за рефилами. Ну вот создана формула, формула закреплена за этим человеком, приходят за рефилами. И в какой-то момент, как правило, это, кстати, связано с изменениями именно вот такого свойства. Либо в беременность вообще с парфюмами работать не надо. Ну да, я просто, я помню, вот у меня есть аромат, на котором я сижу 10 лет, но когда я носила сына, все было хорошо, когда я носила дочь, я не могла им пользоваться вообще, меня тошнило от этого запаха. Это гормоны, конечно, вот. И, как правило, смена аромата, как и смена гардероба, очень часто связана с сезоном и очень часто связана с изменениями в жизни. Развелась, вышла замуж, влюбилась, вот. И, например, формула эта остаётся за клиентом, а дальше он создаёт ещё один аромат. Вот сейчас, вот сейчас на весну вот я такая, вот. А формула всегда закреплена только за одним клиентом, и она не может быть повторена для другого? Если мы говорим, смотрите, какая история, если мы говорим про парфюмы с нуля, то там даже есть определённые бумаги, да, которые мы подписываем, что 5 лет, формула и так далее, да. Вот, если говорим про базы, то, конечно, мы не восстанавливаем один в один аромат, но поскольку вы используете одну и ту же базу, да, то аромат, например, как в шлейфе может иметь что-то общее, но, конечно, он будет абсолютно уникальным. А есть, я вот слышала, что бывают такие ароматы, по-моему, называется автограф сейчас продаётся где-то в Москве, который вот как бы в зависимости от особенностей твоих собственных там кожи, запахов твоих, секреций твоей, он на каждом человеке вот прям как этот человек звучит, или это миф, маркетинговый ход? Ну, это, конечно, маркетинговый ход очень хороший, а потом, опять же, главное, во что мы верим, если ты в это веришь, и тебе от этого хорошо, ну и прекрасно. Но люди верят в он, что они молекулой попшикались, и сразу за ними пол Москвы побежала и влюбилась. Вот такой сильный афродизиак. Ну, конечно, да, потому что они верят в то, что у них повышенная сексуальность сейчас, и они ведут себя в соответствии со своей верой. Запах к этому не имеет, ну, никакого отношения. Просто она, вот, знаете, любимые туфли купил, вот ты такая богиня в них. Ты вышла, и они могут быть мега уродливые, отвратительного вообще качества и вида, но ты красотка, и все на тебя обращают внимание. Вот это отсюда же. Парфюм тут ни при чём, они просто поверили. Конечно, ну, конечно, это не обладает, этот парфюм не обладает такими свойствами, которые ему приписывают. Ну, нет, ну, с другой стороны, вы же говорите, что парфюм может сотворить чудеса, изменить человека или, там, спасти отношения даже. Он должен быть, смотрите, есть лимбическая система мозга, да, у нас самая старая система, самая старая часть мозга. А, этот, который под неокортексом. Лимбическая система мозга отвечает за формирование и, как бы, сохранение воспоминаний. Назальный нерв связан напрямую с лимбической системой мозга. Самый короткий путь у назального нерва к лимбической системе мозга. Дальше происходит что? Ты услышал аромат, у тебя моментально возникает определённая картинка или определённая манера поведения, которую ты привык в этой ситуации транслировать. Поэтому запах позволяет тебе вдруг включить такое поведение, включить, там, красотку, включить диву или включить девчонку, которая хохочет по поводу и без, именно с помощью запаха. Просто потому что мозг наш так устроен. А бывали такие случаи, когда вот люди приходили за запахом и действительно что-то в их жизни... Менялось, да, было. Да, было. История. Одна из самых серьёзных, ну, любимых, да, что ли, для меня. Важная женщина за 40 говорит, мне нужен аромат, потому что я, ну, для мужчины, мне хочется быть привлекательной. Вот. Мы начинаем слушать, и вдруг я даю ей слушать один компонент, она его слышит и начинает плакать. Вот такая серьёзная женщина с родителем приехала, вот. Начинает плакать. И рассказывает мне следующую историю, что до седьмого класса, до... Не до семи лет, ну, до третьего класса она была, ну, почти слепая, её родители об этом не знали, она сидела на четвёртой парте, ничего не видела, и все говорили, что она очень плохо учится, её жутко ругали за это родители, а она думала, что все дети видят так, как она. Она не знала, что можно видеть иначе. Она банально не видела то, что написано на доске. Вот. А летом она уезжала к бабушке. Бабушка варила вишнёвое варенье, родители запрещали грызть ей косточки, потому что там я-то, а она грызла. И бабушка ей говорила, давай дочунь, только одну или две, больше не надо. И именно бабушка отвела в деревенскую клинику девочку, для того, чтобы проверить её глаза. Она говорит, я глазки пойду проверю, мне кажется, что-то не то. И только в третьем классе выяснилось, что она просто не видит, и её ругают просто потому, что она другая. Вы понюхали вишню? Аромат, да, аромат горькой вишнёвой косточки. И она послушала его, говорит, Наташа, боже, я даже забыла эту историю. И опять же это возвращало к её бабушке, да, которая верила в маленькую девочку, которая плохо видела, которая разрешала ей грызть эти косточки, потому что две косточки — это не яд. И потому что, которая говорила, что ты самая умная. Просто, ну, что-то у нас с тобой не получается. Слушайте, но с другой стороны, я вот думаю, носить на себе аромат, который тебя возвращает постоянно в такие воспоминания, это тоже непросто, это же, ну, стряска-то. Она выбрала. Она выбрала, она говорит, я хочу, я хочу, потому что, да, это был вопрос веры, да, что был человек, который вопреки всему, двойки, плохая девочка, вопреки всему верит, что я прекрасная, просто, может быть, мне помочь чуть-чуть надо. И сейчас у неё такой момент в жизни, и она, да, она сказала, я хочу. Хочется вернуться к теме бизнеса, хотя очень трудно это действительно в данной ситуации делать, хочется слушать ваши истории удивительные. Всё-таки, как я понимаю, создание индивидуальных ароматов — это любимое детище, но есть желание создать какую-то универсальную историю и заняться производством более масштабным. Ну, да, розница, розница однозначно. Мы над этим работаем, мы, кстати, с вами затронули эту тему, но как-то потом опять ушли на историю. И всегда, всегда, когда я разговариваю с прессой, все уходят на историю, никто не хочет слушать ничего в другом, потому что это очень интересно. Ничего интереснее человека нет на свете, это любимая тема. Однозначно. И да, но создание вот этой вот розничной истории, да, оно занимает очень много времени и много лет. Для создания вот этого сигначи парфюма, который покупает каждый второй клиент, потому что его очень любят, за ним стоит моя личная история, связанная с этим бизнесом. Вот. Сейчас есть сигначи парфюма. То есть парфюм существует уже? Один, да, парфюм, опера и студия, сигначи парфюм, он есть. Вот. Мы его создавали два года. Вот для того, чтобы создать определенный розничный продукт, нам нужно, ну, большое количество времени. Я не хочу выйти с чем-то, что, ну, похоже на то, что вокруг. Я хочу выйти с чем-то, что для людей будет тоже особенным. Вы хотите выйти с этим в уже существующие парфюмерные сети? Или все-таки создать какой-то маленький магазинчик чудес где-нибудь в уютном московском районе, в таком тихом центре, и чтобы туда клиенты ходили, вот, ну, как в кабинет, я не знаю, там, ну, то есть не психоаналитику, но за какой-то реабилитацией. Только не психоаналитику, пожалуйста. Но вы все равно так или иначе работаете не только с носом, но и с мозгом. Ну, я возвращаю, как правило, человека. Я пытаюсь все-таки вот этот вот поток энергии, связанный с жизнью, завязать на ароматы, автоматом. А что его, что его, а как ваш муж относится ко всему происходящему? Он вообще не пожалел о том, что вас отпустил в эти глубины? Он очень меня поддерживает. Он, ну, он, пожалуй, главный человек, который в те моменты, когда мне хотелось там, я плакала, мне было очень тяжело, очень тяжело работать с французами, очень тяжело покупать компоненты, потому что они не хотят продавать тебе маленькое количество компонентов. Они смотрят на тебя как вошь. И это неприятно. И в эти моменты я плакала, звонила ему из Франции, говорю, Андрюш, я не могу больше. Он такой, стоять, все отлично, это главное. Он говорит, ты делаешь то, чего не делает никто. И спасибо тебе за это. Opera и студию Наталья Ануфриева, удивительный парфюмер, была сегодня с нами в доле. Хорошего дня.